Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Вы смотрите видео-версию сайта Наземле.Инфо, выпускаемую специально для тех, кому сложно или не хочется читать. Ссылку на текстовую версию вы найдете в описании к видео. Практичнее, чем букет, пять красивых комнатных цветов, которые можно подарить на праздник. На праздники принято дарить букеты из живых цветов, это традиция. Однако почему бы не отойти от нее и не подарить близкому человеку цветы в горшке. Это гораздо практичнее, ведь подарок не завянет на следующий день, а выглядит не менее красиво. Антуриум. Растение интересно строением, оно состоит из листка покрывала и початка. Также интересна и окраска, она может быть красной, белой или синей. Листовая пластина плотная, кожистая. Растение цветет один раз в год, но период цветения достаточно длительный, с мая по сентябрь. При этом некоторые гибриды антуриума способны цвести практически весь год. Свет в помещении должен быть ярким, но рассеянным. Держать антуриум следует при температуре 22-28 градусов. В период активного роста он нуждается в регулярном обильном поливе. Гибискус. Гибискус – куст, который в период цветения покрывается многочисленными одиночными цветами. Они могут быть махровыми или похожими по форме на чашку. Окрас их может быть различным, красным, белым, желтым. Цветы держатся недолго, как правило, они увядают через один-два дня после раскрытия. Но зато их много, поэтому кажется, что куст цветет постоянно. Гибискус неприхотлив в уходе. Он может расти как при ярком рассеянном цвете, так и в затемненном помещении. Рекомендуемый температурный режим – 18-22 градуса. Поливать гибискус нужно после того, как просохнет верхний слой почвы. Фуксия. Фуксия необычна формой цветочков. Они представляют собой вытянутые трубчатые чашечки с длинной тычинкой посредине. Они могут быть красного, белого или фиолетового цвета. Расцветает фуксия достаточно долго, с начала весны и до конца осени. Особое внимание при ее выращивании следует уделять температурному режиму. В зимнее время – 5-10 градусов. В период вегетации – 22-24 градуса. Фуксия нуждается в большом количестве рассеянного яркого света. Осенне-зимний период полив фуксии должен быть скудным. Весной и летом ее нужно поливать, как только просохнет верхний слой почвы. Бальзамин. Также это растение называют ванькой мокрым или огоньком. Цветы мелкие, но благодаря яркому окрасу, растение выглядит очень красочно. Существует огромное количество их оттенков – красные, оранжевые, лиловые, белые и прочь. Цветет бальзамин практически круглогодично. Растение неприхотливо в уходе, ему подойдет любая освещенность и температурный режим. Полив должен быть обильным, особенно в летнее время. Цикламен. Цикламен интересен оригинальными цветами поникающей формы. Окрас, как правило, розового или фиолетового оттенка. Цветет цикламен зимой или весной. Цветок нуждается в ярком и рассеянном свете. Рекомендуемый температурный режим. В зимнее время 10-14 градусов, в летнее 20-24 градуса. Использует нижний способ полива, почва всегда должна быть влажноватой. Друзья, ставьте лайк, если видео вам понравилось и обязательно делитесь в комментариях своим опытом выращивания растений. И не забудьте подписаться на канал, будет много интересного о домашних растениях и не только. Субтитры создавал DimaTorzok